В Сургуте собираются легализовать стихийные рынки, на которых местные дачники продают свой урожай. Об этом сообщила председатель городской думы Надежда Красноярова. По ее словам, депутаты еще в прошлом году планировали организовать для пенсионеров облагороженные точки продаж, но так и не смогли реализовать идею. Теперь этим вопросом займутся вновь избранные парламентарии. Изучив опыт крупных городов, таких как Тюмень и Екатеринбург, депутаты пришли к выводу, что стационарные точки торговли не требуют больших финансовых затрат, но впишутся в местный уличный стиль и помогут пенсионерам в законной реализации продукции. Напомним, со стихийными рынками в Сургуте пытаются бороться уже много лет. Штраф за незаконную торговлю на улице составляет от 500 до 2000 рублей. Если бы эта часть была не нужна жителям, бабушки сами бы никогда не вышли. Понятно, что среди бабушек есть еще и профессионалы, которые явно не вписываются в модель нашей бабушки с укропом и с ягодами. Безусловно, к ним, наверное, должен быть другой подход. А вот те, которые пришли своим, все-таки места эти должны быть. Не все пойдут у нас на городской рынок за пучком петрушки и укропа. Нужно, чтобы это было возле дома. Каждая пятая посылка из Югры уходит с дикоросами. Почтовые отправления с дарами Северной земли чаще всего отправляют жители Белоярского, Березовского и Октябрьского районов, а также Нягани. Они шлют своим родственникам по всей стране сушеную рыбу и грибы, кедровые орехи, клюкву и бруснику. Делают это и поставщики, специализирующиеся на сборе и переработке дикоросов. Нескоро портящиеся продукты разрешены к пересылке, но с соблюдением особых правил. В меньшей степени они касаются орехов и сушеных грибов, а вот ягоды перед транспортировкой нужно поместить в герметичный пластиковый или деревянный ящик. Иначе их просто могут не принять. Кроме того, почтовики рекомендуют использовать более прочную тару для перевозки варенья. В Нижневартовске прошла необычная экологическая акция. В городское озеро выпустили рыбу, а вокруг водоема посадили кедры и цветы, а также грибы и ягоды. Инициатором стал житель Радужного Митхат Хасанов. Это не первая его подобная акция. Энергичный общественник весной выпускал мальков в Консомольское озеро. Теперь очередь дошла и до карасей. В каждой из рыбин порядка 10 тысяч икринок. Потом эколог рассказал и продемонстрировал, как правильно сажать грибы. Есть два способа. Можно просто разбросать грибные споры, а можно закопать их в землю на глубину двух сантиметров. Примерно через три года здесь можно будет собирать урожай. Такие экологические мероприятия Митхат Хасанов проводит несколько раз в год. Общественник преследует несколько целей. Помогать природе, а также привлекать молодежь. Подает пример бережного отношения к природе. Для наших жителей, ветеранов, пенсионеров, инвалидов, которые выходят на прогулку, они могут половить рыбу, собирать грибы, потом собирать ягоды и любоваться вот такими цветами. Для этого никаких затрат не надо. В первую очередь надо желание, во-вторых информация. В сургутских детских садах Крепыш и Мишутка появились две группы для грудничков от 6 месяцев до года. Сейчас в них записано 30 малышей. Для приема грудничков в дошкольных учреждениях пришлось специально перепрофилировать помещение. Кроме этого, воспитатели и нянечки прошли переобучение. Также был разработан специальный режим дня с пятиразовым кормлением и двойным сончасом. Конечно, было много вопросов со стороны родителей, каким же образом мы будем работать в формате приема питания. Питание состоит из двух частей. Это молочная и безмолочная. Пятикратный прием пищи, который включает овощную продукцию, в том числе многокомпонентный прием пищи. Это овощи, фрукты, молочная продукция, компот и хлеб. Когда мы открывали эти дошкольные группы младенческого возраста, мы ориентировались на медицинских работников, которые работают в красной зоне. На сегодняшний день, если такая потребность возникнет у жителей города, мы готовы открывать подобные группы и в других образовательных организациях. Помимо ЕСЛЕ, с пребыванием детей до года в городе начали действовать еще две специализированные группы, в которых суркутяне очень нуждались. Речь идет о работе с дошколятами с глютеновой непереносимостью. На данный момент группы принимают по 25 малышей. Для каждого из них разработана специальная диета. Помощь педагогам оказали медработники. Хочу сказать слова благодарности нашей медицине города Сургута. Они прониклись в наши проблемы, они как никто понимают ситуацию, потому что в первую очередь работают с такими детьми. И на сегодняшний день у нас разработано 10-дневное меню для детей в возрасте от 3 до 7 лет, на летний период и на зимний период. И в этом нам помогли медицинские работники. Югра поддержала Всероссийскую неделю безопасности дорожного движения. Ее задача привлечь внимание к необходимости соблюдения правил дорожного движения. Напомнить, что дорога является зоной повышенной опасности и внимания. В школах округа проходят тематические занятия и конкурсы. Знания правил дорожного движения воспитанники Урайского комплексного центра социального обслуживания населения продемонстрировали с помощью рисунков. За что получили дипломы и сладкие подарки от сотрудников госавтоинспекции. Авкоголыми школьникам и их родителям напомнили, что обезопасить ребенка на дороге помогут световозвращающие элементы. Отмечу, с начала года на дорогах Югры пострадали 67 пешеходов школьного возраста. Такие светлоотражающие элементы помогут водителям определить быстрее пешехода, даже велосипедиста, либо самокатчика. Приобретая своему ребенку вещи на зиму сейчас, хотелось бы, чтобы родители обратили внимание на вот такие вот элементы на одежде. И чтобы их у ваших детишек было как можно больше. Житель Лангипаса полгода проведет в колонии строгого режима. За неуплату алиментов югорчанин фактически отказался содержать четверых детей, при этом нигде не работает. В результате накопилась задолженность на сумму более полутора миллионов рублей. Сначала в качестве наказания ему назначили 80 часов обязательных работ, но ситуация не изменилась. Тогда судебные приставы привлекли его уже к уголовной ответственности. Суд назначил ему наказание в виде реального лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Примечательно, что теремный срок не освобождает югорчанина от уплаты алиментов и отбывания 80 часов обязательных работ. Всего в Югре по статье 157 неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей возбуждено 313 дел. Лидирует Нижневартовск. Здесь 52 злостных неплательщика. В Сургуте 48, а в Нягоне 32 человека отказываются содержать своих детей. Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий провел прием граждан в поселке Березово. Главы села Нягтсимволь поселков Сосьва и Игрим озвучили насущные проблемы. В частности, отсутствие автозимника от Хулимсунто до Агериша. В ходе приема поступили обращения о проблемах в организации воздушных перевозок в поселках Березово и Игрим, а также отсутствие аэровокзала на вертолетной площадке в Сосьве. Прокурор поручил организовать проверки и принять меры восстановления прав местных жителей. В окружной столице прошла первая в России стажировочная сессия для руководителей предприятий водоснабжения и водоотведения. На Хантамансийском водоканале гостям показали новую передовую технологию очистки воды, а также рассказали о технологии комплекса «Исток-СМ», которая систематизировала обработку вызовов, наладила обгновенный обмен информацией и групповую работу служб реагирования различных ведомств. Также посетители познакомились с технологией бережливого производства, которая уже позволила серьезно облегчить труд и автоматизировать работу нескольких цехов. Представители водоканалов еще вернутся в Хантамансийск, чтобы более детально изучить все процессы. В Нижневартовске появится шестиметровая стена желаний. Новогородской арт-объект в рамках фестиваля «Моссы» создает югорская художница и дизайнер Наталья Чернышева. По ее словам, самое сложное – это начать и нанести разметку на шестиметровую поверхность. С этого и стартовал творческий процесс. По задумке художницы, граффити должно стать чем-то больше, чем просто арт-объект. Художница перенесла эскиз граффити на стену в 10-м А микрорайоне и уже успела раскрасить несколько элементов. Для этих работ у Натальи заготовлено около 20 баллончиков с краской. Региональный общественный штаб по наблюдению за выборами подвел итоги работы. Напомню, во время трехдневного голосования в Югре работали 1764 общественных наблюдателей. В этом году для них впервые организовали специальные двухдневные курсы, подготовленные ассоциацией независимый общественный мониторинг, которые прошли во всех муниципалитетах. Наблюдатели изучали не только законодательство, но и способы реагировать на нестандартные ситуации. Кроме того, был открыт центр наблюдения за выборами. Здесь показывали прямые трансляции с избирательных участков, а общественники проводили юридические консультации и реагировали на все нештатные ситуации. Для нас это практика новая. Очень интересно, поверьте, стояло 20 мониторов, где могли любые люди, которые приходили с улицы или те, кто записывались заранее, могли наблюдать одновременно 4 либо 1 избирательный участок. Технические подключения были очень хорошие. Установление камер было практически на всех участках идеальное. Было видно непосредственно сам процесс избирательного участка и непосредственно подсчет голосов.